Ну вот поток был, два года подряд вода была, потолок. Никто не приезжал, откачивали почти своими силами. Здесь до сих пор сырые стены, дырявые трубы и обрезано всё электричество. Подвал этого дома, рассказывает Кирилл, топит регулярно. Две зимы подряд до самого потолка всё заливало кипятком. Теперь же от сырости из подвала пошла плесень по всем подъездам и в квартиры. Влаги добавляет и крыша. Она постоянно течёт, но её никто не ремонтирует. Просто приезжают каждый год, клеёнку меняют, всё, оно отказывается, капитальный ремонт. Не выгодно вас брать. По словам Кирилла, капитальные работы в доме не проводятся уже много лет. В городской управляющей компании двухэтажка находится на обслуживании. Специалисты говорят, что приезжают только на аварии. А заниматься содержанием проблемного 16-квартирного дома отказываются. Двор не чистят, с крыши сосульки не убирают. Глыбы льда опасно свисают над подъездами. Считаю, вот падает всё, дети, всё-таки пожилые люди живут. Провод он оборвал, когда падал лёд. Иногда сами бывают палки длинные, чтобы сосульки сбить, чтобы не убило никого. Почему дом оказался брошенным, пытаемся выяснить. В управкомпании и жилинспекции уже на месте специалисты поясняют. По договору с своим домом жители управляют самостоятельно, а управкомпания лишь устраняет аварии и готовит двухэтажку к отопительному сезону. За это жители платят ежемесячно 6 рублей с квадратного метра жилья, а это меньше 4 тысяч рублей в месяц со всего дома. Мы готовы цену пересмотреть с жителями. Если жители согласны будут на новую стоимость, то мы готовы этот вопрос с жителями решить. Сюда выйдут инженера, посчитают, какие работы необходимо сделать, для того, чтобы привести дом в належащее состояние. Пока же косметический и капитальный ремонт дома договором не предусмотрены. Так же, как и уборка территории и очистка крыши от снега. Этими вопросами жильцы должны заниматься самостоятельно за отдельную плату, как в частном доме. Впрочем, главный жилищный инспектор объясняет, таких домов во Владимире много, где мало квартир, и люди выбирают непосредственный способ управления, то есть все проблемы решают сами. Однако по факту домами не занимаются, и они приходят в негодность. Поэтому, может быть, если собственники сами не смогут разрешить этот вопрос на собрании, которое у нас будет инициировано, тогда уже пойдем, скажем так, императивными методами, то есть уже будем через администрацию города проводить конкурсы, уже по конкурсу какую-то организацию, которая выиграет этот конкурс, назначать на этот многоквартирный дом. Что касается протекающей крыши, то ее капитальный ремонт планируется в 2020 году. Но люди боятся, что в таком разбитом состоянии еще два года она просто не продержится. Главный жилищный инспектор пояснил, что меры сейчас будут приниматься срочные. По состоянию дома специалисты составят заключение и рекомендацию, чтобы перенести капремонт крыши на более ранний срок. А Владимирским коммунальным системам уже в ближайшие дни укажут на аварийное состояние теплосетей. Если не будут принимать меры, то из госинспекции анонтехнодзора, в части привлечения данных лиц к ответственности, потому что, конечно, сети внешне должны быть в нормальном состоянии, а не то, что сейчас мы видим, они просто голые. А это сети отопления, горячая вода, это огромные потери, это некачественные коммунальные услуги. Ну и опять же, подтопление здесь у жителей, а это значит плесень. По поводу глыб на крыше решение тоже найдено. Их управкомпания пообещала сбить уже сегодня. В порядке исключения за собственный счет. Если вашим домом тоже никто не хочет заниматься, звоните в редакцию «Шестого канала». Наш телефон 36 66 66. Валентина Мартынова, Илья Фомин, «Шестой канал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова